Главное – комфорт и доступность. Любая современная городская территория обязана отвечать этим требованиям. Сквер УЗТС требовал хозяйской руки. Зелёный уголок местные жители давно хотели преобразить в уютную зону для семейных прогулок. Таких же перемен ждут и посетители реабилитационного центра подсолнух, что по соседству. Гулять по ровному асфальту гораздо приятнее, чем по диким зарослям. Ребёнок, будучи с особенностями в двигательных, либо в каких-то других коррекционных нарушениях, он просто может свалиться и получиться в травму. Год назад часть сквера преобразили по муниципальной программе «Народный бюджет». В этом подключилась программа федеральная. В рамках ремонтных работ будет выполнено обновление тропиночной сети пешеходной, устроены заездные карманы для возможности парковки посетителей. Также будет выполнено освещение, детская и спортивная площадка. В этом году формирование комфортной городской среды коснется десятка общественных пространств и 43 дворов Ульяновска. В 17 дворах уже завершено асфальтирование. Ведутся и другие виды работ под строгим контролем общественников. Ещё один очень важный, на мой взгляд, элемент контроля – это непосредственно участие самих жителей. У нас за каждой дворовой территорией закреплён ответственный представитель из числа собственников жилых помещений, техно-квартирных домов, которые являются участниками этой программы. Ничего не было у нас. Вот, что было у нас, благоустройство в то время сделано же так себе. Ну, как вы сами знаете, понимаете, это в 86-м году. Какое благоустройство, что тут ничего не было, цемент и вот кое-где бордюры были, и всё. А сейчас перемены полным ходом. К сентябрю двор будет не узнать. Новые клумбы, места для отдыха чисто и аккуратно, в точности, как на проекте, который подрядчик разрабатывает вместе с жильцами. И если на Курунковой преображение ждали три десятка лет, то во дворе на улице Минина с начала 60-х. Мы подавали документы ещё в 2017 году и ждали своей очереди. И, наконец-то, счастье пришло в наш двор. И мы, в общем-то, сейчас занимаемся ремонтом. У нас ещё планируется освещение, установка мафов. Ну, в принципе, жильцы положительно отзываются уже о тех мероприятиях, которые проведены. Работы продолжаются, продолжает работу и сама программа. По итогам майского рейтингового голосования на 2022-й ульяновцы определились с новым видом шести территорий. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова